чеченская республика город гудермес российский университет спецназа это то место силы в которое я очень давно хотел попасть еще год назад наверно мы общались да да общались и ждали но не сослась павел марат сутаев павел немножко пару слов буквально о себе старший инструктор а также ответственный за направление коммерческого гражданского туризма программы для гражданских лиц поэтому если вы захотите как гражданское лицо посетить университет спецназа тот человек который будет с вами вести переговоры это я это схема нашего объекта российского университет спецназа общая площадь объекта больше 450 гектаров здесь очень хорошо видно какие объекты входят в наш центр с правой стороны взлетно-посадочная полоса на данный момент она находится в стадии строительства бетонная полоса грунтовая полоса уже готова уже на ней работают самолеты ан-2 вертолеты ми-8 далее здание центра парашютной подготовки и который диспетчерский пункт рядом с ним гостиница на 63 место чуть ниже находится полоса тут это у нас строящиеся ангары а также места для стоянки самолетов вертолетов это у нас авиационный кластер значит настоящее время у нас уже проводится парашютные прыжки недавно проходили парашютные сборы росгвардии отрабатывали групповое десантирование а также десантирование на точность кроме того воздушный кластер у нас входит аэродинамический комплекс это одна из крупнейших в европе не повысить это слово самой современной в россии труба аэродинамическая диаметром 5 метров с кондиционируем потоком воздуха который позволяет отрабатывать различные задачи тренироваться парашютистом собственно готовится к выполнению прыжков имитация свободного падения поток воздухорегулируемый в данной трубе у нас недавно декабре месяце проходил чемпионат россии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта участвовали участвовали команды более чем из 10 регионов все остались довольны труба полностью абсолютно готова объект полностью функционирует в данной трубе в аэротрубе мы оказываем услуги гражданским лицам на коммерческой основе можно приехать полетать под руководством наших опытных инструкторов все очень красиво и всем всем нравится недовольными от нас не уезжают надо понимать то что все что вот мы о чем сейчас говорим это доступно для любого желающего из любого региона россии в том числе из за рубежа зарубежных гостей принимаете да конечно ограничений в этом нет никаких и можно сюда приехать и здесь провести ну такое вот прям как сказать мероприятие для них что она запомнится сто процентов на всю жизнь это будет и баги и стрельба и парашютной дисциплины аэротруба ну реально лучше в европе и природа и самое главное что я хочу донести до всех зрителей что чеченская республика это настолько гостеприимное место и настолько безопасное место что вы просто себе не представляете для меня это было лично открытие приезжая в чеченскую республику вы гость все гости в чеченской чеченской республики находятся под защитой тамзана ахматовича кадырова и это самое лучшее что может быть я себя здесь чувствую в безопасности больше чем в любом уголке россии реальная даже в мире все направления подготовки сконцентрированы в одном месте где также люди которые проходят у нас подготовку и проживают либо в гостинице либо в палачном лагере мам вам об этом потом расскажем немножко итак наш тактический город начнем мы с вами со стрелковых галерей 12 стрелковых галерей галерея номер один 360 градусов позволяет вести огонь практически в любом направлении все стены оборудованы полеулавливающими панелями в этой галерее возможно выполнение упражнений стрелковых том числе из автомобилей в движении то есть автомобиль сюда заезжает восстанавливается выставляется мишенная обстановка и авто из автомобиля в движении ведется огонь здесь вот у нас можно выставлять мишенную обстановку можно здесь собственно это галерея она изначально и предназначена для стрельбы из автомобиля она позволяет вести огонь из оружия малого калибра малой мощности если мы отрабатываем стрельбу из автотранспорта из оружия большего калибра а также на большей дальности мы пользуемся галереями 200 метровыми 300 метров галереи галерея номер два как пример это по длине одна из самых компактных чем ближе к центру тем они длиннее здесь у нас дальность до стрельбы 25 метров дальше у нас дальности стрельбы до 50 метров значит в галереях можно моделировать различную обстановку вот сейчас мы находимся в самой простой галереи здесь у нас находится мишени типа гонг мишени типа поппер мишенная установка бьянчи для стрельбы из пистолета и карабина можно сделать новый год можно сделать новый год можно сделать лес можно сделать любую мишень вот в галереи номер три у нас смоделирована интересная обстановка с помощью ширм дверей мы можем моделировать различную обстановку вплоть до того что вот обстановка пожалуйста мебелированной квартиры вот мебель вот стол диван и мишень за мишень находится пулевылователь данное помещение данная комбинация у нас предназначена для отработки зачистки помещений мы можем делать мишени различного типа может быть мишень с установленным на нее макетом оружия обозначающего вооруженного террориста в зависимости от вводной задачи может быть много много мишеней например видите эта мишень не поражена значит по условиям упражнения нам необходимо необходимо было найти мишень обозначенную как террорист то есть с оружием здесь мишень не поражена все нормально очень удачно у нас оказался да как говорится рояль в кустах многоцелевой вездеход он же болотоход багги чеборс м3 разработка производства российский университет спецназа производство находится на нашей территории производится целиком и полностью из российских комплектующих как мы говорим наши запчасти ездят вокруг нас здесь двигатель от приоры коробка доработаны от гранты все комплектующие либо произведены здесь либо российского производства ремонтопригодность великолепно не требует никаких специальных мастерских мощностей она относится к военным моделям экипаж три человека стрелок пулеметчик водитель и стрелок наверху с пулеметом есть модификации где присутствует сиденье сзади вот сюда вот устанавливается агс-17 или в либо агс-30 есть модификации чего сэм-3 двухместные просто с грузовой кабины с грузовой корзины это м3 чеборс м4 машина более длинная длин длиннее база сиденья четыре сиденья это гражданская машина предназначена больше для туризма ну и чеборс м6 это уже очень серьезный аппарат 6 7 местный возможность установки тяжелого вооружения под до пулеметов калибра 12 7 миллиметров в том числе к пулемета калибра 762 миллиметра здесь вот рассчитан на 762 вот такая вот у нас машина только сегодня вот на этом автомобиле мы преодолевали довольно приличный брод заливала кокпит но спокойно проехали нормально для туристов есть специальные программы которые проводятся вот на таких вот баги да у нас в российском институте спецназа кроме того что мы проводим подготовку сотрудников росгвардии которые над дальше на них работают эти машины проходят службу в российской армии в росгвардии различных подразделениях успешно прошли боевое испытание сирийской арабской республики а здесь мы на этих машинах организуем баги туры для гражданских лиц любое гражданское лицо ну естественно коммерческой основе может после прохождения пробного заезда и наличие водительского удостоверения категории б опыта управления автомобилем с механической коробкой передач сесть за руль данного автомобиля пройдя пробный заезд на площадке и поучаствовать баги туры либо поучаствовать в качестве пассажира баги туры у нас проводится как по территории так по окрестностям маршрут чеборс экстрим протяженностью 10 с половиной километров длится где-то час поездка включает себя различные горные участки местности холмы грязевые участки для желающих можно машину посадить в грязь потом с помощью имеющейся лебедки и оттуда вытащить можно также форсирование различных водных преград у нас здесь река гумс проходит вокруг нашего центра и опять же горный маршрут с возвратом на в наш центр плюс еще у нас есть более обширный баги тур называется чеборс труфи протяженность 32 километра рассчитан на 3-4 часа кроме экстрима он включает себя еще заезд на привлежащую гору гаят код в окрестностях гудрмеса города проезд через село ислахан юрт и посещение на маршруте находится святое место одно из святых мест чеченской республики зиарат кунта хаджи кишиева программы для военно-патриотических клубов потому что у нас по территории очень много военно-патриотических клубов которые могут сюда приехать и позаниматься и второе это для страйкболистов что есть для любителей страйкбола и вот таких вот видов спорта для любителей страйкбола у нас очень обширный разнообразный полигон в том числе тактический город в котором мы сейчас пройдем где можно заниматься можно моделировать различные ситуации и организовывать различные мероприятия а также для военно-патриотических клубов мы готовы составлять программы вместе с ними согласовать работы с ними мы работаем с ними уже и ничего невозможного для нас нет здесь возможно проживание в палаточном лагере с питанием и здесь заниматься проходить подготовку учебный класс у нас оборудованы проекторами компьютерами есть все условия для того чтобы проходить элитическую подготовку которая у нас регулярно собственно уже проводится и ведется данная газель это учебное место из этой машины отрабатываются различные вводные в том числе стрельба из машины но она не на ходу же нет она не на ходу а ну ход человеческий на конной тяге да другие стреляют если мы стреляем то вы стреляем из нормальной машины правильно я понимаю что вот это все это не общежитие это именно для занятия тогда это наша гордость это тактический город предназначенные для выполнения для отработки различных задач спецподразделениями группами службами безопасности эти здания моделируют различные виды здания городской застройки здание административное жилое здание париклиника школа они моделируют не только внешне они еще и внутренне своей планировкой данные различные типы застройки моделируют каждое здание оборудовано можно видеть на крыше вот эти вот трубы это оборудование для отработки штурмового альпинизма до семиэтажное здание уникальное наше она уникальна тем что на нем четыре различных типа фасада фасады деревянный кирпичный стеклянный и с тыльной стороны бетонный эти фасады различные фасады нужны для того чтобы штурмовые группы отрабатывали свои действия в различных ситуациях потому что одно дело работать на фасаде скажем так стеклянном который сплошной за стеклянную да и другое на деревянном или кирпичном вертолет фюзеляж вертолета не 8 фрагмент предназначен для отработки беспрашивают без парашютного десантирования который тоже у нас спецподразделениях очень часто применяется как сказал инструктор я говорит могу там хотите говорит стреляйте через окна за свой счет могу взорвать окна за ваш счет говори да все это отрабатывается все то есть моделируется да конечно поэтому тут можно делать все что угодно подземный переход и надземный переход также задействуется в подготовке спецподразделений в частности очень мы их широко задействуем в работе подготовки групп личной охраны это очень скажем так уязвимое место при природ при преодолении при осуществлении своей деятельности вот в это вот здание которое слева от нас находится трехэтажные заглянем и вы увидите что такое планировка тактического города изнутри то есть снайпер они работают работают допустим вот он сел на пригорке и работает по зданию именно это я вам сейчас и покажу и расскажу как раз в ходе чемпионата 7 по тактической стрельбе на приз ахмат хаджи кадырова у нас было упражнение называлось штурм в ходе которого снайпер производил прицельные выстрелы с огневой позиции в окно здания вот видите на валу находится беседочка на вес это снайперская позиция с данной позиции у нас ведется огонь вот в том направлении видите два треугольника вот там у нас находится мишенная обстановка дальность до 650 метров внизу на втором этаже третье окно слева внизу стекло разбитое вот за этим стеклом находился манекен мишень у который надо было поразить участок размером 10 на 10 сантиметров поражать необходимо было от с той точки сквозь стекло после каждого выполнения упражнения стекло у нас заменялось на новое пара слов про упражнение штурм она довольно интересно нас все вообще упражнения были интересны группа находится здесь группа из пяти человек по команде старт снайпер выдвигается на огневую позицию вот здесь поднимается на вал с помощью троса натянутого и приходит на огневую позицию одновременно с ним с выдвижением снайпера два человека выдвигаются к входу в подвал и два человека выдвигаются на крышу на крыше они закрепляются альпинистскими системами спусковыми и находятся на среде крыши в готовности к штурму снайпер производит у него есть всего три выстрела если он поражает цель первым выстрелом он дает радиостанции команду и начинается штурм два человека входит вот в эти два окна два человека входит в подвал и производит зачистку помещения если снайпер не поражает любым из трех выстрелов мишень все равно начинается штурм но эта мишень она идет штраф именно взаимодействие группы уже далеко да 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 именно взаимодействие группы и действия группы в различных условиях как зачистка этажа так и зачистка подвала причем в подвале шла зачистка в условиях пониженной видимости в темноте прям полной темноте пойдемте освещение все как надо электричество вентиляции все есть обратите внимание вот на эту дверь данная дверь специально сконструирована и предназначена для ее выбивания то есть с той стороны наносит удар дверь выбивается вот этот блок вылетает он потом пролежит замене и можно снова использовать за все что осталось от террориста да да вот пожалуйста то о чем я вам говорил мишень террорист с автоматом они здесь просто сейчас находятся скажем так собраны в одном месте во время практической отработки за каждой мишенью устанавливаться полевого ловлютель что позволяет нам ввести огонь в пистолетными калибрами это щиты которые вставляются в окна и при этом они выбиваются потом снова мы их внутрь ставим здесь имитируют различные помещения вот важно что есть шторы что там будут путаться там все ну чтобы это было естественно чтобы не было потом я жизнь конечно в идеальных условиях никто никогда не работает нужно быть готовым к любым условиям вот пожалуйста с вами заходим здесь гостиная электричество вентиляция вентиляция причем вентиляция она вплоть до того что по ней можно передвигаться с пор словно или ее основная до основная ее задача а вот у нас тот самый оттуда да можно было поразить эту мишень только попав в голову и да только здесь на этой мишени только голова только тогда мишень была считалась пораженной грудь все остальное не являет у вас данное упражнение подвалы точно так же у нас задействуется можно у них выполнять различные задачи вот это это частный домовладение да частное домовладение вилла дом с подсобным хозяйством и двухэтажный дом коттедж значит там никто не живет да там никто не живет вот здесь у нас хранится наш автожив один из них собаки прям будка все но собаки здесь не было но кость здесь лежала когда были соревнования мы с вами заходим сейчас в частное домовладение домовладение моделируют наиболее характерная архитектура для кавказа северный кавказ и в принципе даже средняя полоса значит здесь вот у нас жили куры они реально были здесь куры как вы видите сортир установлены в нем пулевлавливателем означает что там была мишень туалет да ну-ка свое время президент сказал да именно так и было ворота выбиваются чем выбивать ворота бронемашины и вручную выбивает вот говорится один вот это у нас домовладение частное то о чем я говорил двигать стены стены можно вот так вот туда развернуть убрать будет больше объем здесь у нас еще один вертолет не 8 здесь же находится полоса препятствий на готове тренировались наши сотрудники инструктора перед перед чемпиона до перед эмиратами это это после вчерашнего они среди пулеметчиков вот мишени которые поражались сверху деревянная часть здесь бетон здесь вообще просто стройка да вот с таким причем с арматурой да с торчащей арматурой тогда тоже важно что смотри вот вдруг придется надземные переходы подземные переходы до все ведь сделано чтобы отрабатывать максимально возможно широкий спектр водных задач с левой стороны у нас сейчас старые в стадии строительства тактический водоем находится но тут очень много стройки то есть это еще все идет да все идет главное здание у нас стадии строительства тактический город стрелковый галереи введены в эксплуатацию полностью альдинамический комплекс гостиница палаточный лагерь введены в эксплуатацию полностью Из стрелковых галерей длинных 200-метровые две введены в эксплуатацию полностью, 200-метровые, 300-метровые в стадии строительства. Главное здание, в котором находится, будет находиться крытый тир, два бассейна, один из которых глубоководный 20-метровой глубины, тоже находится сейчас в стадии строительства.